Я представляю чемпионов России этого сезона Александра Бойкова и Дмитрия Козловского. Серебряная призера Анастасия Мишина и Александр Голямов, который к нам присоединится. И бронзовые призеры Евгения Тарасова, Владимир Морозов. Я думаю, что мы сейчас дадим ребятам слово для комментариев. Но я хочу сказать, что для Димы и Саши Краснодарский лед оказался счастливым, потому что в 2019 году они стали на чемпионате России здесь чемпионами. Это было первое золото на чемпионате России. Дима, тогда тебе слово. Во-первых, представляете, мы стали не просто двукратными чемпионами России, мы стали двукратными чемпионами Красноярска, если так можно сказать. Вообще, я пока не могу дать, наверное, какую-либо оценку, за исключением только оценки эмоциональной. Поскольку наше выступление здесь и вообще сегодняшний прокат, я могу вам сказать, это вы вообще такое, по-моему, любите, по-настоящему еще утром висел на волоске. Поскольку сегодня утром на моей тренировке после исполнения одинарного Сальхова у меня вылетает крючок из ботинка. Это удача, которая помогла нам сегодня выступить. Потому что если бы коньки оказались чуть прочнее, или, не знаю, или я оказался бы чуть стройнее, например, и оказывал бы меньшее давление на свои ботинки, то это могло случиться сегодня в прокате. Удача была на нашей стороне. И, если так можно сказать, мы схватили ее за хвост и сделали свою работу. Мы заслужили эту победу. Да, мы очень рады, что у нас вновь получилось стать чемпионами России. Для нас это важно. Да, была небольшая помарка в прокате, и, честно говоря, я так и не поняла, зачем я ее допустила. Мы могли обойтись и без нее. Но, правда, мы очень-очень рады нашему результату. И получается, что все это было не зря. Спасибо. Настя, можешь ли ты дать свой комментарий? Нет, потому что я вам скажу, что Анастасия Мишина и Александр Голянов – это их вторая медаль на чемпионатах России. У них было золото в прошлом году в Санкт-Петербурге. И сейчас на чемпионате России в Красноярске они стали серебряными призерами. Первое серебро в карьере. Сегодня у нас не получилось идеального проката. Причины, наверное, я не могу назвать, но скажу, что для себя я подметила, что у нас очень много чистых прокатов, и ошибаться тоже нужно уметь. Сегодня для меня было достаточно сложно отойти от ошибки в произвольной программе, и я горжусь тем, что у меня это получилось. Второе место тоже достойно. Мы будем ему радоваться и работать над ошибками. Саша, добавишь что-нибудь? Я? Да, комментарий по поводу сегодняшнего выступления. Мы справились. Я так сходу, ничего. Мы рады нашим выступлениям. Ну, конечно, не все получилось, но это спорт, все бывает. Но это тем самым дает мотивацию, чтобы можно было как-то подготовиться, извлечь урок из этого. Чтобы с каждым днем становиться лучше. Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали бронзовыми призерами. Я хочу сказать, что ребята являются уже, это их восьмая медаль на чемпионатах России. Они трехкратные чемпионы России, серебряные призеры. Это четвертая бронза в карьере. Если я ничего не путаю, по-моему, четвертая бронза. Жень, Володь, поделитесь, пожалуйста. Ну, прокатом сегодняшним, конечно, недовольны. Можем лучше, показывали лучше. Но выступать в который раз? Восьмая медаль. Я не знаю, какой восьмая медаль. Восьмая медаль, а по счету, по-моему, десятый, наверное, или девятый, или десятый чемпионат России. Или одиннадцатый вот даже. И наблюдать. То есть мы начинали соревноваться с поколением тренеров, которые сейчас тренируют. Предыдущие. И когда ребята еще совсем маленькие, наверное, были. Среднее поколение. И сейчас снова выступать и занимать призовые места. Я думаю, все равно это очень достойно. И я рада, что у нас есть такая возможность, что мы продолжаем. И спасибо, что за нас болеете. Я хочу сказать, что вы не только продолжаете все три пары. Но на прыжковом турнире чемпионата Петербурга вы показали, что вы еще и прогрессируете. Четверной выброс подкрут был у Саши с Димой, показали. Володя и Женя четверной подкрут. И ребята показали новый параллельный сальхов Настя с Сашей. Поэтому прогресс потихоньку движется вперед. Давайте тогда перейдем к вопросам. У меня вопрос с Сашей и Димой. Дима, ты можешь, пожалуйста, подробнее рассказывать об этом крючке. Как вы чинили и что сделали, чтобы все-таки смогли выступить? Никак. Абсолютно никак. Починить крючок – это очень сложный процесс. Он требует непосредственно вмешательства в ботинок. Но это я говорю про ту модель, на которой лично я катаюсь. И просто не зашнуровываю на один крючок. То есть с правой стороны у меня был узел на крючке, слева его не было. Приходилось отталкиваться от тех обстоятельств, в которые я лично попал. Но я сказал это еще Саше. Еще утром она меня в этом направлении поразила. Она сделала вид, как будто крючки отлетают у меня каждый день. Никакой реакции не было. Она продемонстрировала настоящий профессионализм в этом вопросе. Вот так. Но я вообще хотел еще сказать о другом. Это абсолютно не ответ на ваш вопрос. Просто пользуюсь случаем, пока мне дали микрофон. Я нахожусь в абсолютном восхищении и уважении от ребят, с которыми мы выступаем. Несмотря на прошлый, тяжелый, олимпийский сезон, еще смазанный определенными ковидными ограничениями, никто из атлетов не начал брать паузы. Никто не уронил свой уровень. Все только подняли планку. И во многом наш личный прогресс обеспечивается тем, что такие спортсмены, как Евгения Тарасова, Владимир Морозов и Анастасия Мишина, Александр Голямов, держат очень высокую планку. Несмотря на то, что, несмотря на свои успешные выступления на Олимпийских играх в Пекине. И это вызывает у меня искреннее уважение. Неудачи, но кажется, что в этом сезоне вы были сконцентрированы максимально и шли вот к этой медали с самого начала. Насколько вас мотивировало и мотивировали успехи ваших однокрупников Насти и Саши в споре вот в этом? И помогла ли эта мотивация вам добиться в итоге прийти к этому успеху? Спасибо. Ну, знаете, мы как бы давно уже и с Настей, и с Сашей соперничаем, и с Женей, и с Вовой, и вообще со всеми ребятами в нашей сборной. И всегда, когда ты видишь, что люди достигают все новых-новых высот, делают что-то новое, показывают свою стабильность, это не только мотивирует, но это и злит по-хорошему. Ты понимаешь, что, блин, ну я же тоже могу, давай соберись. Вот, и это сначала, наверное, внимание рассеивалось, потому что для нас это было непривычно. А потом ты понимаешь, что надо концентрироваться именно на себе и на своей работе. Да, ребята молодцы, все борются, все катаются, все работают, но ты не забывай о себе. Надо больше всего внимания уделять именно себе и своим результатам своей работе. Поэтому я не могу сказать, что это прям какая-то борьба, это вот, ну, с кем-либо. Это только борьба с собой, со своими мыслями, со своим телом. Вот и все. Можно я хотел бы добавить на этот вопрос еще? Не буду лукавить и скажу честно, что, конечно, смотреть на победы других очень тяжело. И я горжусь Сашей в этом вопросе и горжусь лично собой, что несмотря на то, что был определенный промежуток времени, когда громких побед у нас не было, мы выстояли и выдержали этот промежуток. Не знаю, наверное, не очень корректное сравнение, но очень вдохновляет тот же футбол. И когда ты смотришь на то, как человек, а именно, ну, уже величайший игрок в истории футбола, не выиграл свой чемпионат мира в 2014 году, не выиграл его в 2018, но с последней попытки его выиграл. Это очень-очень вдохновляет и мотивирует. Дмитрий Куньцов, Спортэспресс. Вопрос Саше и Диме. Ну, в принципе, Дима во многом украл у меня уже вопрос. Но если продолжать эту тему, Саша, хочется у тебя спросить. Был какой-то момент, когда вот действительно в эти последние года три, когда этих побед не было, когда вот реально было прям совсем отчаянно, может быть, и захотелось уброчить и так далее. Можешь ли ты вспомнить какой-то момент, когда вот, может быть, какой-то нот, который удалось оттолкнуться. Вот. Иди, вопрос, что будешь делать в лесу? Саша так скажет, каждый третий понедельник месяца, да? Ну, нет, наверное, для меня самым тяжелым моментом стал чемпионат мира в Стокгольме. И тогда прям накипело, тогда я очень сильно поссорилась со своим отцом. Да, мы два месяца не разговаривали. И я понимала, что вся проблема была во мне, в моем настрое, что я просто не смогла, начала сомневаться в чем-то. И потом это сомнение все время меня сопровождало. И вот именно с сомнением, конечно, бороться очень-очень тяжело. И да, вот в тот момент, и, наверное, последующий год, когда вот я косячила на выбросе флипе особенно, ну, для меня это было очень тяжело. Хотелось бросить, но мой партнер меня поддержал, сказал, что сдаваться – это самый простой из всех путей. Ну, хочу сказать, что хотелось бросить ровно три минуты. Пока она, мне кажется, коньки снимала, а потом все нормально. Ну, не знаю, не знаю. Саша не такой человек, который любит бросать. Вы знаете, вот этот вот момент бросить – это, наверное, была вот такая эмоция ради приличия, что называется, чтобы поправдать какое-то расстройство. Но я вас уверяю, что никогда, ни разу Саша, несмотря даже на то, что выплескивал какие-то эмоции, никогда не переставала работать и в первую очередь работать над собой. Ну, это правда. А по поводу леса, я еду в лес не для того, чтобы всем рассказывать о своих планах. Вот именно. И можно, Насте и Саше, короткий вопрос? Вот ты сказал про то, что нужно какой-то урок из этого извлечь. Можешь ли ты сформулировать? Вот какой урок, как бы ты сформулировал, можно извлечь вот из этого? Ну, поражение, наверное, можно назвать? Что сформулировать? Мы же только отъехали, буквально минут 15. Ну, с тренерами обсудим, подумаем, что дальше делать. У нас впереди чемпионат Санкт-Петербурга уже в конце января. Сейчас мы в следующей неделе откатаем шоу, потом отметим Новый год и будем готовиться к чемпионату нашего города. Может, попробуем что-нибудь усложнить в программе, но это мы уже будем решать с нашей командой и придем к общему выводу. Поэтому у нас есть планы, какие-то свои небольшие цели на дальнейший сезон. И дальше будем уже отдать с нашей командой. Радио России, Иван Волонихин. Поздравляем всех, кто завоевал золотые, серебряные и бронзовые медали. Вопрос такого рода. Вот мы смотрим итоги танцевальных дуэтов. На две трети поменялся состав победителей. Мужской одиночный полностью поменялся пьедестал. И уже понятно, что на две трети поменяется, как минимум на две трети поменяется пьедестал в женском одиночном. То ли всерьез, то ли в шутку. Говорят иногда, что это связано с тем, что ваша дисциплина – это единственная, у которой есть день отдыха и подготовки между короткой и произвольной программой. Насколько это неправда и насколько этот день позволяет действительно как-то психологически настроиться? Если бы не было этого дня между короткой и произвольной, что изменилось бы? У меня вопрос ко всем, кто посчитает нужным ответить. Спасибо. Я сказал уже здесь, что я восхищаюсь ребятами, которые продолжают после Олимпиады соревноваться и выступать на высочайшем уровне. Я не думаю, что секрет в дне перерыва, поскольку, например, на тех же Олимпийских играх мы выступали два дня подряд. На многих турнирах пары вообще заканчивают первыми и начинают раньше всех. Например, я вспоминаю чемпионат мира 2019 года в Сайтаме, где ребята завоевали серебряную медаль. Там после утренней тренировки мы даже не возвращались в отель. Я поспал напротив скейтинг-лаунжа на какой-то скамейке и пошел катать свою произвольную программу. Поэтому даже ребята расскажут, что у них опыта намного больше. В таких вопросах. Дело точно не в дне перерыва. Давайте еще два вопроса и отпустим. Виктор Щетинин, наш спорт-телеканал Енисей. Опрос перед дворцом спорта Платином Арена сегодня показал. Я просто задавал, на кого вы идете? И почти все называли женское одиночное катание звезд. Вам немножко не обидно или вы не считаете, что находитесь последние несколько лет в тени женского одиночного катания? Может быть, я ошибаюсь, как и те, кого я опрашивал. Спасибо. Мне кажется, это глупо обижаться на людей, которые просто больше, может быть, даже разбираются просто в одиночном женском катании. Потому что, я думаю, никто не будет спорить, что в парном тяжелее все понять. Даже названия элементов тех же, которые пишутся в углу телетрансляции, там фиг разберешь, что они написали. Поэтому нет, не обидно и наоборот радостно, что рейтинги фигурного катания в любом случае поднимаются. Да, благодаря девушкам пока что. Но посмотрим, может быть, в скором времени все изменится. Я хочу добавить, что за последние несколько лет как раз-таки парное фигурное катание стало более популярным. Его стали больше смотреть. Конечно, мы всегда, наверное, будем оставаться в тени девушек. Но я рада тому, что наши трансляции все-таки смотрят намного больше теперь. Да, и хотелось бы добавить, что в этот раз впервые вроде бы будут показывать произвольную программу пар по первому каналу. Насколько я видела расписание, это уже прогресс. Я вообще хотел бы сказать, что, вы понимаете, есть определенная массовость, а есть для людей понимающих. И, допустим, я честно могу сказать, что вот лично для меня, если исключить непосредственно мою собственную дисциплину, самая интересная дисциплина – это было мужское одиночное катание. Поскольку выиграть мог любой. У нас колоссальное количество парней, которые делают сложнейшие элементы. И ввиду большой градации оценок от сделанного элемента или нет, пьедестал мог поменяться несколько раз. Чего только стоят одинаковые баллы Евгения Семененко и Петра Гуменника. Это же вообще фантастика. Получайте удовольствие, наслаждайтесь всеми видами. Не стоит цепляться исключительно за имена. Смотрите на качество продукта, а не только на какой-то бренд. Спасибо. Давайте тогда последний вопрос. Да, у меня вопрос, Женя и Вова. Вот вы, как там, уже сказали, что очень долго у вас длинная карьера, много успехов, призеры, чемпионат мира, Европы и дальше, Олимпийские игры. Что вас мотивирует идти дальше и даже прогрессировать? Давай, ты отвечай. Тебя мотивирует. Тут сложно отвидеть как-то какой-то одной вещью, которая тебя мотивирует. И так уже большую часть жизни, наверное, ты уже живешь в этом ритме, ты постоянно тренируешься. Для тебя это норма проводить время на льду, в тренировочном режиме, выступать. И ты действительно получаешь от этого удовольствие не только от выступлений, но и от самих тренировок. Поэтому хотелось еще покататься. Мы и покатались. Я имею в виду про этот сезон. А так, мотивация, да, она всегда была мотивацией, мне кажется. У каждого спортсмена есть какая-то своя внутренняя цель, внутренняя мотивация, за которую он идет и которая его движет. Спасибо. Я думаю, что в конце пресс-конференции мы поздравим Диму Козловского с днем рождения. Вчера он его отправил. Сейчас сделаем фотографию, потому что награждение официальное только завтра. Продолжение следует...